Чао! Ты смотришь итальянский селиной. Это 53-й урок. Летионный номер 53. В прошлом 52-м уроке мы начали разговор об имперфетто, незаконченном прошедшем времени. Цель сегодняшнего урока – сравнить имперфетто с посато просиму. То есть нас будет интересовать разница в значении и употреблении этих времен. Итак, посато просиму выражает законченные действия или ряд последовательных, завершенных действий. Имперфетто же описывает незаконченные действия или параллельные, длительные, незавершенные действия. В русском языке глаголы могут быть совершенного или несовершенного вида. Например, я летал. Несовершенный вид описывается действие в принципе, без результата. Я полетел. Совершенный вид. Действие совершилось. Есть свершившийся факт. И вот иногда можно провести аналогию между нашим несовершенным видом и итальянским имперфетто. И между совершенным видом русского глагола и итальянским посато просиму. Но, к сожалению, эта аналогия срабатывает не всегда. Поэтому придется все-таки почувствовать разницу между действием, которое совершалось, длилось, и действием, которое свершилось. Попробуем разобраться с этим на примерах. Я ездил или я съездил в Италию. Свершившийся факт. Я туда ездил, съездил. И сейчас моя цель сообщить об этом факте, об этом законченном действии. Важен именно факт. Я там был, я туда ездил. Используем посато просимо. Я ездил в Италию три раза в 1996 году, в 2010 и в прошлом году. Действие повторялось три раза. Но каждый раз это было законченное действие. Я съездил туда в 1996 году, съездил в 2010 и съездил в прошлом году. То есть мы сообщаем, опять же, о свершившемся факте. Даже о трех фактах. Используем посато просимо. Будучи ребенком, я ездил на каникулы в Италию. То есть обычно ездил. Неизвестно сколько раз, это и не важно. Речь о привычном действии, которое совершалось обычно, время от времени. Не говорится о каких-то конкретных поездках, происходивших в конкретные периоды. А просто о времяпровождении в принципе. Происходит описание действия. Период действия не ограничен. Используем интерфетто. Олетто, далиотто, али дечи. Я читал с восьми до десяти часов. Определен период, в течение которого совершалось действие. И завершилось. Все, я почитал. Я почитал с восьми до десяти и закончил чтение. Важен именно свершившийся факт. Используем посато просимо. Алинове леджево анкора. В девять часов я еще читал. Нам не важно, чем все это закончилось и когда, и закончилось ли вообще. Мы просто указываем, что в тот момент действие длилось. Мы как бы описываем момент. Вот девять часов. Если туда, в прошлое посмотреть, я там читал. Период действия не ограничен. Важен именно процесс. Используем интерфетто. Я уже читал или прочитал эту газету. К настоящему моменту я эту газету почитал. Прочитал. Все, действие завершено. Факт налицо. Газета прочитана или почитана. Об этом факте и сообщается. Используем посато просимо. Я читал, а Мария готовила. Или в то время, как я читал, Мария готовила. Вот это ментре. В то время, как или пока. Это такой маркер своеобразный. Интерфетто. Два незаконченных действия мы имеем. Процессы. Параллельные длительные действия. Не сообщается о результате. Неважно, сколько длились действия, закончились ли они. Просто описываются действия, происходившие в какой-то момент прошлого. Мы как бы переносимся в тот момент и видим, что там в прошлом совершаются действия. Используем интерфетто. Еще раз обращаю твое внимание, слово ментре – это своеобразный маркер. Если в предложении есть слово ментре, там непременно есть и имперфетто. То есть ментре во время того, как длилось какое-то действие. Ну, а дальше уже совершалось другое или совершилось. Но непременно там будет имперфетто. О телефонату. Ад Антонио, перке о сентиту мали? Я позвонила Антонио, потому что почувствовала себя плохо. Вот это почувствовал. О сентиту мали. Речь о переходе из одного состояния в другое. Чувствовал себя хорошо, а потом почувствовал себя плохо. Действие совершилось. Я себя почувствовал плохо. Это факт, который случился. Используем посато просимо. Я ри эру триста, ми сентиво мали. Вчера я был грустным, плохо себя чувствовал. Мы просто описываем состояние. Состояние это длилось. Я чувствовала себя плохо. Мы не знаем, какое время, не знаем, когда началось это плохое самочувствие, когда закончилось. Не знаем, когда наш персонаж загрустил, когда перестал грустить. Эру триста. Нам это не важно. Мы описываем состояние в прошлом. Не изменение состояния, как в предыдущем примере, а именно состояние. Используем имперфетто. Приведем еще примеры. Я ри прима у лето и пой у гвардату лативу. Вчера я сначала почитал или почитала, потом посмотрел или посмотрела телевизор. Законченные последовательные действия. Используем посато просимо. Пока или в то время, как я гладил или гладила, я смотрела телевизор. Параллельные действия. Параллельные длительные действия. Используем интерфетто. В то время, как я гладила или пока я гладила, позвонил мой муж. Здесь мы видим две разные ситуации. Одно действие длилось. Стираво. Второе действие. Законченное. Совершилось в этот период, пока длилось первое действие. Асуонату. Поэтому используем в этом предложении или имперфетто и или посато просимо. Для обозначения того действия, которое длилось, используем имперфетто. И там у нас есть маркер. Ментре. Ментре. Вот в то время, пока длилось, это первое действие, пока я гладила. Случилось второе. Асуонату. Здесь свершилось действие. Позвонил муж. Тут уже посато просимо. Я не услышал или не услышал телефон, потому что я спал или спала. Дормиво – это процесс во второй части. Перке дормиво. Я спала. Длилось действие. Но на сентиту. Законченное действие. Факт. Я не услышала. Поэтому в предложении есть и посато просимо, и имперфетто. Фачева фреддо и кинди, о ачесо и термосифоне. Было холодно, поэтому я включил отопление термосифон. Про погоду в прошлом всегда будет имперфетто. Фачева фреддо. О ачесо – законченное действие. И посато просимо. В следующем 54-м уроке рассмотрим отдельно образование и использование имперфетто и посато просимо модальных глаголов и глаголов конощеры и соперы. Ну, а этот урок подошел к концу. Я надеюсь, что немножко прояснилась ситуация с использованием посато просимо имперфетто. Удалось почувствовать разницу. Ну, все это вопрос времени, вопрос тренировки. На самом деле, какие-то вещи, может быть, мы до конца не можем почувствовать. Но можем набрать примеров, что называется, и на них уже какую-то логику увидеть. А я с тобой на этом прощаюсь. Надеюсь, что видео было полезно. Апресто. Чао!